Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши друзья, на просторах ютуба мы открыли наш резервный канал Цейхгаус Арсенал. Чтобы не потеряться при форс-мажорных обстоятельствах, связанных с ютубом, подпишитесь на резервный канал. Ссылочка в описании. 44 М ТОЖ – прототип венгерского тяжелого танка времен Второй мировой войны. Произведен в единственном экземпляре. После его уничтожения проект был закрыт. К началу 43-го года из-за тяжелых потерь и общего плохого опыта, накопленного на Восточном фронте против Советского Союза, лидерам Королевской Венгерской Армии стало ясно, что их бронетанковые части стали почти безнадежно устаревшими. Венгерские войска остро нуждались в более качественной бронетехнике, особенно в средних и тяжелых танках, которые могли бы конкурировать с советскими танками Т-34 и КВ. Чтобы решить эту проблему как можно скорее, венгры сначала обратились к своему союзнику – Германии. Они хотели купить права на изготовление одного из более продвинутых танков Германии – вариант позднего «Панцер-4» с 75-мм орудием или «Пантеру». Немцы отказали. Во-первых, потому что в то время эти танки находились в сыром виде, а во-вторых, они были полностью осведомлены, в отличие от чрезмерно оптимистических венгерских военных лидеров, что венгерская тяжелая промышленность не подходит для производства таких сложных машин в обозримом будущем. Вскоре после неудачных переговоров Министерство обороны Венгрии решило решить проблему внутри страны. В апреле 43-го года в качестве временного решения Министерство начало программу модернизации танков «Туран». По этой программе на танках увеличивали лобовую защиту и монтировали длинноствольную 75-мм танковую пушку 43М в новой увеличенной башне. Этот проект стал номиноваться 43М «Туран-3». Однако, осознав невозможность закупки подобного танка у Германии и неэффективность модификации устаревшего танка, в том же месяце главный штаб венгерской армии поручил корпорации Вейс-Манфред спроектировать новый танк в качестве замены устаревшей серии «Туран». Планировали построить танк, напоминавший по форме немецкую «Пантеру». Он должен был иметь скорострельную танковую пушку и иметь аналогичные характеристики защиты и мобильности, такие как у советского Т-34 или немецкой «Пантеры». Новый проект получил название 44М «ТОЖ». Вскоре после того, как была принята документация по танку «ТОЖ», Генеральный штаб заказал два прототипа от Вейс-Манфред. Один железный прототип с корпусом из мягкой стали для дальнейших экспериментов и один финальный прототип с надстройкой броневых пластин. Сборка первого прототипа из легкой стали началась в мае 44-го года, а его шасси с подвеской и встроенным двухмоторным двигателем было готово в июне. Вскоре после этого началась сборка башни с 75-мм танковой пушкой 43М, предположительно вместе с подготовительными работами на втором прототипе. Однако 27 июля 44-го года завод «Манфред Вейс» на острове Цепель, на котором находился танк, серьезно пострадал от бомбардировки союзников. Крыша цеха рухнула, и прототип из мягкой стали был погребен под ней и сгорел. В августе 44-го года «Манфред Вейс» отдал весь проект компании «Ганс», которая в то время имела некоторый производственный потенциал. Несмотря на то, что развитие проекта возобновилось, существенная работа над ним не была проведена. Произошло наступление Красной Армии на венгерские территории, а политические изменения в венгерском правительстве после октября 44-го года сделали невозможным продолжение всего проекта. Последний разработанный на внутреннем рынке и изготовленный венгерский танковый проект практически прекратил свое существование летом 44-го года с разрушением его прототипов. Толщина брони составляла от 75 до 120 мм спереди и около 50 мм по бокам и сзади. Полная бронезащита ТОШ была бы наравне с Пантерой. Компоновка с задним расположением моторного и передним трансмиссионного отделений осталась немецкой. К сожалению, очень мало документации о башне ТОШа пережило войну, кроме нескольких фотографий макета и нескольких других письменных описаний. Известно, что она была восьмиугольной и очень похожей на башню Пантеры с ее широкой маской орудия. Она имела толщину брони 100 мм, была башенка с люком для командира и еще один люк для стрелка на крыше башни. Два других люка были добавлены в стороны после того, как был сделан вышеупомянутый макет. Выбранным временным вооружением стала 75-мм танковая пушка 43МЛ-43, которая в то время находилась только в прототипе. Было выпущено только два орудия, и оба они уже использовались в прототипах среднего танка 43МТУРАН-3 и штурмового орудия 44МЗРЕНЬЕ. Продолжение следует...